За высоким бетонным забором интерната всегда было скрыто от посторонних глаз. Ведь проживающие там никому не расскажут. А если и расскажут, то всё равно никто не поверит. Контингент особенный. Но это минутное видео заставляет поверить. Заведующий отделением психиатр Павел Трофименко заходит в палату и срывает одеяло с пациента. Врач хватает парня за волосы, толкает. В палату убегает санитарка Зинаида Чанкина, стоит в стороне, наблюдает. Мы встретились с ней сегодня. Вижу, что она утрепит уже за волосы. Я, то, что как он врач, как он мой зав. отделение, я просто по этике не имею права схватить его за руки даже. Виталию 27 лет, сирота. Сначала детский дом, теперь интернат. Всю жизнь вокруг казённые стены. В то утро он отказался пойти на завтрак. Не здоровилась. Зав. отделением решил разбудить парня. Скажи, что там произошло, Виталик? Потому что мешает спать. Мешает спать-то? Доктор Трофименко переехал в Звенигород из Ярославля. Но спустя два года работы у психиатра, судя по всему, сдали нервы. Вот сегодня, завидев журналистов, он бросился бежать. Доктор ещё раз показал, он в хорошей физической форме. Павел Фёдорович, вы зачем избивали пациента? Да что же вы от нас убегаете-то? Не хочу сразу разговаривать. Вы же психиатр. Что? Остановитесь. Павел Фёдорович, вы зачем избивали пациента? К сожалению, мы не смогли догнать психиатра. Он сел в попутную машину и уехал. Попробуем получить комментарии от руководства интерната. Директор Мария Литвинова, предваряя наши вопросы, отчиталась. Павел Трофименко уже уволен по статье. Сегодня приказ подписан. Суть конфликта зав. отделением изложил в объяснительной. Доктор написал, что этот приступ ярости связан с тем, что Виталий Рыжков его оскорблял, обижал, обзывал и отказывался соблюдать режим дня. Сосед Виталия по комнате, Николай, рассказывает другую историю. Его друг никого не оскорблял. Ведь он даже говорить почти не может. Коля всегда рядом с ним, как сурдопереводчик. Просто Павел Трофименко не взлюбил пациента. Ты далеко постоянно так к доктору поступал? Ну, я скажу, две недели уже с ним поюет. Я ему говорю, что он тебе с тобой сделал? Он говорит, что меня вот так взял. Елена Сушкова до марта этого года работала в интернате. Теперь она открыто рассказывает, как врачи и санитары издевались над инвалидами. На некоторых этажах, где у нас лежачие больные, санитары могут спокойно снять памперсы с них и этими же памперсами надавать по физиономии. Нам удалось пообщаться как с бывшими сотрудниками интерната, так и с действующими. Многие из них не удивлены тому, что произошло в палате номер 10. Говорят, это система. И Павел Трофименко был лишь её частью. Литвинов неоднократно говорил подчинённым и тем же самым докторам, применяйте силу, отрывайтесь на дураках, как они за глаза говорят. Павел Литвинов, о котором говорит Татьяна, ещё один заведующий отделением. Муж директора интерната. Кстати, раньше работал в охране. Дела семейные его супруга предпочла не комментировать, ведь доказательств против него нет, а рассказам пациентов и бывших сотрудников здесь не доверяют. Елена Ерофеева, Юлия Антипова, Тимур Алденбаев, Дмитрий Фролов. Вести.